Праздник приходит во все районы города, в том числе и самые отдаленные. В сквере речников, что в поселке Сухая Самарка, установили вторую по габаритам световую инсталляцию. Больше будет только на площади Славы. Высота этой конструкции 4 метра. Дело не для одной бригады электромонтеров, ведь это только со стороны. Кажется, что собрать елку из светодиодных каркасов легко. Всем районам собираем, потому что конструкций много, деталей много, подключений тоже много, каждая деталь подключается отдельно. Примерно за день мы его соберем, вечером будет уже работать. Год назад сквер речников преобразился благодаря программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда». Оформляют столь масштабно к Рождеству и Новому году это пространство уже во второй раз. Местные признаются, новый сквер сильно преобразил район. Я сейчас гуляю с собаком, с собакой. Настроение отличное. И когда я вот сейчас увидела, что действительно заботятся о наших людях, о нашем населении здесь, в отдаленном поселке, то настроение поднялось. У некоторых уже вот в домах, я смотрю, даже вывешивают гирлянды на балконах. Вот люди уже тоже готовятся. Нравится, конечно, когда здесь все облагораживают. Вот площадку эту детскую сделали, тоже было очень приятно. Засияют вдоль сквера речников и световые снежинки. Их устанавливают на опорах освещения. Работоспособность проверяют тут же. Нужно, чтобы инсталляция выдержала самые суровые зимние погодные условия. В случае повреждения элементов электромонтеры могут оперативно исправить ситуацию. Уже несколько недель город поэтапно украшается к приближающимся праздникам. На очереди вертолетная площадка и сквер Аксаковых. Постамент там нужно изготовить. Постамент там вообще гранит натуральный камень. Чтобы его не поцарапать, не дай бог, ничто с ним не сделать. Поставим сначала так же дощатый настил, а на него уже с пригрузами поставим дерево с красными яблоками. Специалисты предприятия Самара Горсвет предупреждают жителей. Новогодние уличные инсталляции не место для детских игр. Конструкция находится под напряжением. Залезать на них небезопасно. Поэтому фотографироваться лучше возле иллюминационных фигур. Гульфия Сафина, Константин Головин. События.